Отсутствие реверсивного движения, новый асфальт и самое главное, нет многокилометровых пробок. Дорожники выполнили свое обещание. На трассе М4 Дон в Краснодарском крае в курортный сезон прекратили любой ремонт, мешающий проезду автомобилей. Убедиться в этом лично сегодня смогли губернатор региона Вениамин Кондратьев и глава госкомпании Автодор Сергей Кельбах. Из Геленджика они отправились в село Пшада. По пути обсудили и строительство новых развязок на трассе вблизи курортного города. Тем, кто стоит сегодня в пробках на дорогах, при том коллеги, даже гости, которые с центральной части России, Сибири, откуда они едут на своем автотранспорте, им все равно, кто вмешивался и чья эта дорога. Муниципальная, краевая, федеральная, они хотят комфортно проехать по дороге. Поэтому сегодня принципиально важно, чтобы мы все транспортные развязки, которые сейчас запланировали, начали реализовывать. И чем быстрее, тем лучше. Здесь тоже на въезде в Геленджик, конечно, развязка нужна. Образуется многокилометровая пробка, и без развязки сегодня, транспортной развязки, эту пробку не убрать. Строительство этой развязки начнется в начале 2019 года. Я должен поэтапно, и мы ту развязку взяли как приоритетную, а лимиты 2019 года позволят начать эту. То есть мы ее все равно в работу, просто они последователи. Нам важно понимание, еще раз подчеркиваю, понимание, что у нас здесь будет, потому что развязать транспортный коллапс в определенные напряженные дни курортного сезона, конечно, необходимо. Поэтому понимание того, когда, что у нас будет с точки зрения транспортных решений реализовываться, очень важно. Речь о развязке рядом с аэропортом на выезде из Геленджика в сторону Новороссийска. Строительная длина составит около 4,5 километров. Однако на этом реконструкция трассы около города-курорта не заканчивается. Работы над еще одной развязкой запланированы уже в текущем году. Новые съезды позволят без заторов двигаться автомобилем в сторону поселков Джанхот, Дивноморская и Просковеевка, не мешая тем, кто едет прямо. Понимание, что было у меня и у нас у всех, что данное транспортное сооружение, транспортная развязка максимально стимит все проблемы в виде транспортного затора. И явно эти проблемы уже будут не грозить Геленджику. В этой зоне, да, Вениамин Иванович, мы полностью обеспечиваем сквозной беспрепятственный ход. Убираем все левые повороты, переводя их в режим вот этих разворотных петель. После инспекции по трассе Вениамин Кондратьев и Сергей Кельбах провели выездное совещание по развитию дорожной инфраструктуры в Краснодарском крае. Кроме строительства развязок в Геленджике, обсудили еще две не менее важные темы. Одна из них – проект скоростной магистрали, которая пойдет в объезд центра Новороссийска. Тот транспорт, который идет со стороны уже Краснодара в Новороссийск, он делает большую нагрузку на городскую инфраструктуру, существующую она и так, максимально сегодня уже загружена. Уж для того автотранспорта, который грузовой особенно, автотранспорт, который следует в Новороссийский порт или в сторону Геленджика, или в других направлениях, конечно, тут нужна объездная дорога для него специальная. Объезд Новороссийска – это долгоиграющая пластинка, это те обещания, которые долго обещались жителям Новороссийска. В целом, они ждут эту объездную дорогу, и мы не можем коллеги их подвезти. Объездную дорогу с нетерпением ждут и в Краснодаре. Строительство дальнего западного обхода должно решить проблему транзитного транспорта, движущегося в сторону Крыма. Сейчас автомобили вынуждены заезжать в краевую столицу, в разы увеличивая городской трафик. По проекту новая четырехполосная трасса рассчитана на движение со скоростью 120 км в час. На всем протяжении, а это 52 км, она не будет пересекаться с другими дорогами в одном уровне. Сегодня тоже очень важно, чтобы транспорт и автомобильный, и грузовой, который сегодня идет в сторону Крыма, не заезжал в Краснодар, а имел этот объезд вокруг Краснодара. И дальше магистраль, которая идет на Керческий мост, тоже были комфортными. И тем, кому не нужно в Краснодара, не должны в него заезжать, не должны иметь возможность проехать транзитом в обход. И это, на самом деле, будет правильно. И сегодня это наша позиция. Я еще хочу вам сказать спасибо за то, что вы ее поддерживаете и разделяете. Сейчас ведется разработка проектной документации для строительства дальнего западного обхода Краснодара. Если реализовать все то, о чем сегодня говорили, получится разгрузить одни из самых напряженных автомобильных направлений в регионе. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Артем Лычко, Кубань-24, Геленджик.